всем привет меня зовут лиза и добро пожаловать на мой канал в этом видео я хочу вам рассказать как я делаю быстрый маникюр в домашних условиях если у вас например нет времени с маленьким ребенком сходить в салон в прошлом я работала мастером маникюра но когда делаешь маникюр сама себе не всегда это получается очень качественно как делаешь другим но все равно такой вид маникюра помогает мне поддерживать мои ногти в приличном виде поэтому если вам эта тема интересна то давайте смотреть нам понадобится для домашнего маникюра в первую очередь нам нужен вот такой вот ремовер я его заказывал на валперис ссылка у меня будет видео который я делала с которым я делала обзор или можете найти по этому бренду дальше у нас идут ватные диски средства для снятия лака если у вас есть покрытие на ногтях инструмент это будут или кусачки или ножнички чем вам удобнее пользоваться также это идет баффик прессиновая палочка и удобная для вас пилочка пилочками в основном пользуюсь вот этой она мне такая же самая потрепанная потому что она тонкая маленькая и для натуральных ногтей нужно как можно больше выбирать зернистость потому что грубая зернистость типа вот тут тоже 180 да вот такая тоже подойдет но она толстая не удобно ей подлазить натуральные ногти пилить вот поэтому я выбираю более тонкие типа вот таких вот или вот таких и конечно же выбираем как можно больше зернистость чтобы наши ногти не травмировать как вылет мой маникюр спустя наверное неделю я обычно делаю раньше вот это сейчас таком плачевном состоянии выглядят мои ногти в первую очередь я сниму покрытие у меня здесь есть прозрачный лак я обычно редко пользуюсь покрытиями какими-то даже прозрачным лаком но для придания такого блеска ногтям иногда можно чуть-чуть покрыть перед тем как приступить к самому маникюру я чаще беру пилку какую-нибудь мягенькую можно например вот эту вот здесь вот зернистость поменьше 240 и вот так прохожусь вдоль да вот этих вот чешуек по нашим бафиком как бы таким образом немножко сглаживаю вот эти вот места боковые наши валики потому что они часто грубеют и так как домашних условиях я стараюсь не обрезать покрытие стараюсь не обрезать боковые валики я их немножко за шлифовываю по росту пусть мы смотрим что в эти места у нас не наоборот да как бы вот смотрим куда у нас кожа идет такие полосочки вот здесь вот чтобы наоборот нам не поднимать лишнее здесь брать такое место вот у меня какая-то заусеница было я тоже пройдусь по ней и немножко сглажу можно сверху пройтись вот так так дальше я беру римовер и наносим его также он очень сильно выливается поэтому аккуратненько наносим его на ногти так вокруг ногти на кутикулу сверху снизу можно туда немножко вглубь валиков тоже можно поглубже чтобы там тоже все размягчилось у нас и сюда мы ходим минут не знаю 5 10 у кого сколько времени есть но даже можно нанести на пару минут и уже будет ток поэтому я хорошо размягчать кутикулу так я походила несколько минут теперь мы берем апельсиновую палочку и вот так вот подлази немножечко как бы наши боковые валики счищаем так вот все тщательно лишнее мы убираем на какую-нибудь салфеточку вот здесь мы хорошо приподнимаем тоже здесь все вычищаем что у нас на ногте остается и вот так вот немножко все это понимаем что также проделываем с этой стороны мы как бы так вот снизу аккуратно приподнимаем нашу кутику в этом месте аккуратно здесь матрикс находится чтобы его не повредить мы делаем все очень аккуратно поэтому я советую использовать а тем более в домашних условиях апельсиновой палочки они металлические пушеры потому что пушером металлические можно повредить если мы повреждаем матрикс то у нас потом может расти кривой ноготь вот таким образом и все это дело в эти места самое главное вот видите как все хорошо уходит ненужный с этой стороны полегче потому что здесь не так сильно нарастает не такая рабочая зона и вот это место весьма все приподнимаем вот так вот аккуратно аккуратно поддевая все вытаскиваем ну и таким образом мы проходимся по всем нашим ноготочкам сначала я вот так вот приподнимаем все палочками так что счищаю лишнее потом можно с ногтями поубирать лишнее вот здесь хорошо опять же вычищаем боковые наши валики приподнимая опять же аккуратно аккуратно вот здесь вот поднимаем нашу кутикову там тоже много лишнего будет выходить оттуда в принципе уже ноготь выглядит более менее аккуратненько и так давайте мы пройдемся со всеми остальными нашими ногтями таким образом я прошлась по всем ногтям сейчас можно ногти подпилить или же отрезать кусачками как вам удобнее уже будет я чаще если ногти например длинные я беру кусачки и потихонечку вот так вот их подрезаю если же ногти например короткие то мы просто берем их и подпиливаем на просто обрезать конечно кусачками это быстрее по времени чем например мы будем их перелить длину я убрала теперь я беру пилку и хорошечко все подпиливаю люблю когда у меня ногти максимально короткие поэтому я все делаю прям под корень здесь тоже аккуратненько чтобы нам не спилить наши вот эти вот боковые стороны параллели так сказать мы аккуратненько подходим туда пилочкой и пилим бы снизу подлазим немножко чтобы не спилить угол чтобы проверить насколько у нас ровно подпили ноготь мы вот так вот от себя разворачиваем и смотрим как вам может быть сторона там подпилена выше какая-то может быть ниже или где-то есть неровность то мы вот так разворачиваем и подпиливаем вот себя таким образом я подпилю все ногти так я подпилила все ногти можно еще пройтись вот так вот сверху бафиком мягким чтобы немножко вот это вот все пригладить и немножко сгладить ноготь который мы подпиливали вот уголочки тоже можно сюда пролезть вот так вот чик-чик вот так поделать так вот так сейчас выглядят мои ногти на данном этапе уже можно взять кусачки или ножнички что вам удобнее и пообрезать лишние места я стараюсь не убирать бутикулу сильно кусачками потому что потом нарастает еще больше то есть отрезать такие места которые у меня не получилось убрать с помощью пилочки например или бафика например вот тут место да такое оно осталось и чуть-чуть поддеть аккуратненько у меня сейчас наросло малого здесь кутикулы поэтому я особо ее не трогаю но если вы убираете это тоже так слегка поддеваете ее то что вы приподняли палочкой и вот так отрезаем сейчас я помою руки и мы покроем их прозрачным лаком вот так вот выглядят ногти когда я их уже помыла после маникюра то есть видеть как сильно я не обрезаю потому что еще раз повторюсь потом больше нарастает я просто привожу свои ногти в порядок чтобы они были подпилены и чтобы вот эти бафики были более-менее мягкие и вот здесь не было лишнего что помогает нам брать ремувер прозрачный лак я использую вот такой я не знаю что это за бренд на елке называется ну вы можете использовать обычно а вот стеллари стеллари бренд я по-моему заказывала на валперис здесь удобная широкая кисть вот такая поэтому ей удобно красить так же да мы берем просто покрываем лаком и вот так выглядят ногти с покрытым лаком потом лак подсохнет я еще обильненько смажу их маслом а сами руки помажу кремом также если вам интересна тема материнства и как я работаю на фрилансе вместе с маленьким ребенком то подписывайтесь на мой канал спасибо вам большое за просмотр ставьте пальчики вверх это помогает продвигаться моему каналу а также пишите свои комментарии пожелания или какие-то рекомендации я буду рада их прочитать на этом все увидимся с вами в следующих видео пока